Миллионы долларов на спасение Арала. Совместный проект по социально-экономическому развитию региона действует в Казахстане. Сегодня Арал – это тысячи километров в Солончаковой пустыне, а 70 лет назад там развивалось четвертое по величине озеро в мире. 13-километровая Каракольская дамба. Строительство гидротехнического сооружения позволило скапливать сток сырдарии, увеличить общий объем водной чаши и в итоге хотя бы частично восстановить флору и фауну при Аральского региона. Благодаря плотине Аральское море вернуло себе десятки километров бывшей береговой линии. Соленая вода опреснилась и стала пригодной. Раньше из-за повышенной солености в Арале выживала только камбала. Сегодня в его водах обитает почти 30 видов рыб. Вокруг снова открываются рыбоперерабатывающие предприятия. Местные жители получают работу. Выстанавливают малый Арал в два этапа. Первый с запуском Каракольской дамбы почти пройден. Скоро правительство приступит к реализации второго. Восстановить Аральское море целиком невозможно, считают эксперты. Однако частично обновить его в высохшие территории, чтобы хоть как-то компенсировать вред, нанесен региону в силах человека. Мы ведем часть воды реки Сырдари по каналу в бухту города Аральска. Залив Саршиганак, так называемый. Ставим там плотину, поднимаем уровень до отметки 50. Историческая отметка 53 была. Вода подходит городу Аральску. Аральск вновь становится портовым городом. Все пустующие объекты в городе Байконур, которые не входят в космическую программу, передадут местным властям, заявил министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жемогалиев. В Мажелисе уже одобрили изменения в соглашении Казахстана и России. В городе Байконур начнут работать государственные органы республики, которых там раньше не было. Первыми откроются отдел занятости, население и пограничная служба. Напомним, Байконур арендован Россией до 2050 года. С российской стороны мы пришли к соглашению. В настоящее время объекты, которые не используются, мы берем в свое имущество. В будущем по этим объектам мы будем работать по двум направлениям. Объектами, которые не соответствуют космической программе, мы будем пользоваться, а в дальнейшем передадим Казалардинской области. Они вправе привлекать их в сферу предпринимательства. Многодетные матери в Казахстане будут получать повышенные пособия уже с 1 апреля, заявил президент страны Нарсултан Азарбаев. Президент отметил, что оценка работы руководителей госорганов и Акимов областей будет зависеть напрямую от уровня благосостояния и качества жизни горожан. Главная задача от президента – это повышение зарплат в регионах, реформы в образовании и здравоохранении, а также увеличение темпов строительства жилья и дорог. Акимов областей и городов Алматы, Астаны и Шымкента – держать актуальные вопросы жителей и регионов на личном контроле и предпринимать конкретные меры по осуществлению поставленных задач. Самое главное сейчас – обеспечить эффективный контроль использования средств для реализации социальной политики. Россия также оказалась в числе стран, для которых ОСР понизил прогноз роста на два года. В 2019 году по сценарию организации рост составит 1,4% вместо 1,5%. В то же время в прошлом году реальный рост составил, по данным ОСР, 2,3%, хотя еще в ноябре прогнозировалось всего 1,6%. Но и нынешний сценарий оптимистичнее данных Минэкономразвития России, чей прогноз меньше еще на 0,1%. Спикер Госдумы впервые за два десятка лет прервал выступление министра главы Минэкономразвития Максима Решкина и предположил перенести правительственный час, подготовив обсуждение причин столь негативных показателей, вопреки огромным средствам, выделенным на национальные проекты. Равные права на присвоение госзакупок и взаимное признание цифровой подписи. Об устранении барьеров в торговле между Белоруссией и Россией говорили в Минске. Здесь прошло заседание белорусских представителей и делового совета. Формат работы деловых кругов двух стран предполагает, что каждый из сторон самостоятельно формирует предложения, затем их обсуждают на общей встрече. Списк вопросов, которые поднимает белорусский бизнес, есть и создание общих правил по проведению тендеров, равные права на российских электронных торговых площадках. Следующий деловой совет уже в полном составе встретится лето. В Минске соберутся представители 28 белорусских и 45 российских компаний. Что наш бизнес просит, что белорусские, касается именно вопросов изменения документов, рекламентирующих доступ, взаимный доступ товаров на рынке. Это касается как белорусских производителей продуктов, пищевых продуктов, так и российских производителей, например, машиностроения, или будем обсуждать вопросы поставок в Белоруссию российских кормовых смесей. Мы не проходим по местным документам, собственно, белорусы не проходят со своей продукцией. В Москве и Казани выражают надежду на сохранение производства на заводах компании «Форд» в России. Американская компания в начале года объявила о планах реструктуризации. Возможно, закрытие завода под Санкт-Петербургом и в набережных Челнах. А комплекс в Елабуге сильно сократит модельный ряд. Совместное предприятие «Форд Соларс» предлагает несколько вариантов реализации, который позволил бы той или иной мере сохранить рабочие места. Американцы примут окончательное решение во втором квартале этого года. Аналитики говорят о том, что инвесторы «Форда» переоценили возможности российского рынка, и компания терпит убытки. В то же время сокращение российского производства – часть общей стратегии американской компании. В январе европейское отделение «Форда» объявило о закрытии ряда производств и масштабных увольнениях. Так, в конце февраля стало известно о ликвидации завода, комплектующих под Бордо во Франции. При этом «Форд» заблокировал план спасения, который мог бы сохранить часть рабочих мест. Это вполне ожидаемая новость. Я на самом деле удивляюсь тому, что они продержались в России так долго. «Дженерал Моторс», например, ушел уже довольно давно. «Форд» в глобальном масштабе пересматривает свою стратегию. Они в какой-то мере пошли по пути GM. В том смысле, что они не собираются продвигать каждый свой продукт на каждом рынке и в целом не собираются присутствовать на каждом рынке». По всей Италии начался прием заявок на выплату государственного пособия для неимущих. Введение минимального гражданского дохода передусмотрено в пакете социальных реформ, принятых нынешним правительством в составе партии «Лига» и движения «Пять звезд». Пособие составит 780 евро в месяц на человека и около 2000 евро для семьи. По примерным подсчетам, в государственном содержании нуждаются около 5 миллионов итальянцев, живущих за чертой бедности. Франция включилась в борьбу с уклонением от уплаты налогов цифровыми гигантами. Министр экономики и финансов презентовал законопроект, согласно которому технологические компании с прибылью, превышающие 750 миллионов евро в мире и 25 во Франции, будут облагаться трехпроцентным налогом. Миры носят временный характер, будет действовать до тех пор, пока Евросоюз не выработает единое решение. Оно коснется около 30 крупнейших интернет-компаний США, Китая, Германии, Испании и Великобритании. Налог GAFA по первым буквам названий Google, Apple, Facebook и Amazon будет взыматься с прибыли в том числе от онлайн-рекламы и продажи личных данных пользователей. Причем облагаться им будет местная выручка, что значительно затруднит перевод средств в страны с налоговыми послаблениями, например, в Ирландию или Люксембург. Законопроект идентичен тому, который ранее был заблокирован на голосовании стран-членов Евросоюза. Цифровой налог ежегодно будет пополнять бюджет Франции суммой в полмиллиарда евро, рассчитывают власти. Многие местные компании выступают против, утверждая, что дополнительные издержки им не по карману. Никто не согласен с тем, чтобы крупнейшие технологические компании мира платили на 14% меньше налогов, чем другие компании в Европе и за ее пределами. Тем, кто говорит, что это отделит Францию от остального мира, я напомню, 23 из 27 государств-членов Евросоюза выступили за эту инициативу. Ввести налог собираются шесть стран. Австралия и Индия, у которых тоже есть свои потребители, уже внедрили систему цифрового налогообложения. Рост экономики в Европе в 2019 году замедлился. С таким прогнозом выступила Организация экономического сотрудничества и развития. В числе главных причин – падение показателей, предстоящий Brexit и связанная с ним политическая неопределенность, а также снижение темпов торговли с Китаем. По итогам 2018 года рост ВВП стран Еврозоны, как ожидается, составил 1,8%. Но в 2019 этот показатель едва достигнет отметки в 1%. Как известно, в последние два десятилетия Китай был главной движущей силой глобальной экономики. Поэтому падение китайского экспорта сказывается на ситуации во всем мире. Напомнили ВОСР – организация, которая представляет наиболее развитые государства, в том числе США. При этом именно Америка во главе с Дональдом Трампом спровоцировала торговую войну с Поднебесной, объявив о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий и целый ряд других китайских товаров. «Падение показателей в Европе в текущем году будет гораздо сильнее, чем мы ожидали. Есть множество рисков. Во-первых, в Китае наблюдается снижение роста ВВП на фоне напряженности в торговых отношениях. Также есть Brexit, который несет с собой некоторые проблемы. Есть неопределенности на финансовых рынках». Европейское агентство по банкам, органы, регулирующие деятельность кредитно-финансовых организаций Евросоюза и базирующиеся вплоть до последнего времени в Лондоне переезжает в Париж. Соответствующие документы были подписаны накануне. По мнению французского министра по европейским делам Натали Луазо, это одно из последствий приближающегося Brexit. Европейское агентство по банкам осуществляет контрольно-надзорные функции, касающиеся деятельности банков, организаций на территории Евросоюза. Его персонал агентства насчитывает около 180 человек. Переезд будет закончен к июню. «В этом соглашении указывается новый адрес агентства и обозначаются иные формальности. Это событие – одно из первых конкретных последствий Brexit для банковского сектора. Это успех для Франции и новые возможности для этой организации». Хуавей подала иск на администрацию США за неправомочное, по мнению компании, принятие закона, запрещающего федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, использующими оборудование этой китайской фирмы. Иск направлен в рассмотрение Федеральный суд Техаса. В этом штате находится американская штаб-квартира Хуавей. Хуавей оказались под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США в минувшем декабре были задержаны фендиректор компании Мэн Ван Джоу. Китайские власти считают вполне правомерным судебный из корпорации Хуавей. В США выражали опасения, что Хуавей слишком тесно связана с властями КНР и потому может быть принуждена к сотрудничеству в целях шпионажа. В Хуавей всегда отвергали подобное обвинение. Проблемы Хуавей, отмечают эксперты, являются частью торговой войны Вашингтона с Пекином, которые не могут договориться о тарифах и других условиях торговли. После того, как были испробованы все другие средства, чтобы развеять сомнения некоторых законодателей США, у нас не осталось иного выбора, кроме как оспаривать закон в суде. Мы полагаем, что это поступок, благодаря которому компания путем юридически приемлемых методов пытается защитить собственные законные интересы. Это полностью правильно и достойно понимания. Продолжение следует... Продолжение следует...